Добрый день дорогие наши телезрители я вас приветствую на телеканале универтв в эфире наша очередная программа татар хистеры и сегодня с большим удовольствием представляю нашего гостя он уже принимает участие в наших дискуссиях наших передачах не первый раз и даже не второй раз и итак у нас гостях известный востоковед арабист доктор философских наук профессор заведующий кафедрой казанского филиала российской академии правосудия юзеев айдар нилович здравствуйте добрый день а мы на прошлой передаче с вами начали говорить об одним из самых ярких возможно периодов вот рубежа 19 20 века явление высказал это татарское просветительство вот мне бы хотелось сегодня эту тему продолжить правда несколько в ином аспекте и затронуть именно вот просветительский аспект потому что на мой взгляд татарское просветительство являет явилась предтечей вот такого феномена в татарской культуре как каковыми является джидитизм и в этом отношении конечно же хотелось бы начать с личности уникальной личности который в общем-то и явился генератором этой идеи это конечно гаспринский какова роль гаспринского в татарской культуре и в целом в истории татарского джидитизма да я хотел бы вернуться к предыдущей нашей встречи и мы как раз говорили о том что и в очень радужных тонах говорили что золотой век татарского просветительства приходится на начало 20 века что это особенностью является то что просветительство она с религиозным переплетается с религиозным реформаторством и действительно это так выдающиеся мыслители фахреддин беги тукай боруди все они это представители и может показаться что на самом деле как прекрасно они прожили этот период но все ведь они фактически почти все закончили трагически если 905 год это надежды на светлое будущее то мы конечно не можем не сказать о том что поскольку говорили и о фахреддине и беги и тукай да мы не можем и боруди но все они закончили так или иначе жизнь трагически поскольку если я берем правда до фахреддина ему повезло только да ну повезло как в кавычках тридцать шестом году он умер но это же тридцать седьмой перед тридцать седьмым годом когда сталин боролся с религией и 30 с наступлением этого года два сына его были репрессированы сразу же да все родственники были он этого не увидел и слава богу беги боролся до конца он не уехал когда уехал садри максуди он помог ему уехать когда максуди уехал когда видел что он не может жить и не сможет здесь работать и он его через финских татар беги участвовал в том чтобы максуди смог эмигрировать да и он ему помог а сам остался для того надеясь на революцию семнадцатого года на то что он сможет отстаивать какие-то религиозные идеи написать сочинение но к сожалению и даже он в двадцатом году это был конечно невероятный поступок он в ташкенте выступил с новым сочинением которое которое было ответом она называлась азбука ислама ответом на сочинение бухарина и преображенского азбука коммунизма и он в этом сочинении критиковал идеи марксизма маркса революции пролетариата о том что они отрицали религию что это ошибка и написал агла большое сочинение там 270 лишних тезисов и в результате был сразу арестован в ташкенте но его отстояли потом приехал в москву и там три месяца просидел но татары татары финские татары и его его имя было известно уже на востоке и тоже отстояли его и он понял его имя было известно на востоке как известного религиозного деятеля да религиозного теолога он прекрасно писал не только на татарском и на арабском языке у него есть и на персидском на турецком да и поэтому его отстояли и он и здесь следует сказать что вот в двадцать шестом году риза фахардин с делегации побывал первый конгресс мусульманских в саудовской аравии и как представитель этого и поехал беги и там фахардина избрали председателем стал король саудовской аравии а он вице-президентом фахардин он выступил там с речью на арабском языке он был почитаем его конечно сразу не могли убрать сейфа не говорит ли о том что уже в этот период ведущие татарские теологи богословы они признавались в общем то в целом мусульманском мире как наверное ведущие богословы да ведущие да одними из ведущих особенно это касалось и фахардина поскольку его избрали на вице-президента всех мусульман да на конгрессе на первом конгрессе он вице-президентом беги он тоже они прекрасно знали он знал и мухаммада абда реформатора и они знали его по сочинениям и поэтому но он бы спокойно мог остаться в двадцать шестом году понимал что ему здесь не дадут но до конца надеялся что он все-таки получит возможность у себя на родине опубликовать свои сочинения и как-то отстаивать свои религиозные взгляды но к сожалению это не вышло он вот пример двадцать девятом году в москве по поездке в среднюю азию по моему собралась татарская интеллигенция и он там присутствовал под улюлюканье татарской интеллигенции он был изгнан из зала можете представить человек которого уважали все на мусульманском востоке сами все было татарская а потому что он вот религиозный религиозный деятель который выступал за религию и он был вынужден фактически вынужден был уехать он уехал и судьба трагическая он опубликовал масса очень многое опубликовал то что хотел но он всегда мучился оставил здесь шестерых детей жену представьте он был вынужден так неожиданно уехать и всю жизнь вот промыкался то там в египте то в стамбуле проехал весь мир описал но вот все таки так и умер в египте но прожил долгую жизнь да к сожалению вот трагически закончилась судьба очень многих татарских интеллектуалов в этот переломный период это был переломный период а вот заканчивалась конечно во многом судьбы были похуже но я бы хотел все-таки вернуться к личности гаспринского гаспринский продолжатель дела марджане продолжатель дело татарских реформаторов и просветители первой волны или здесь какая то есть другая особенность или то новая информация мне кажется что он как раз продолжатель почему даже вот я сказал о том уже и всегда говорю что марджане в основе многих на многих повлияло его творчество ведь гаспринский приехал гаспринский приехал в казань чтобы ознакомить со своими идеями татарскую интеллигенцию и казанско-татарскую казанскую да он должен был выступать в восточном клубе и пришли только два известных мецената если и и шахаб хазрат шахаб один и они долго говорили и понятно о чем потому что все идеи джидидизма в чем который изложил потом гаспринский или гаспринский как лучше или госпрала или госпрала до который госпрала изложил в своих сочинениях они фактически уже предтищей всего был марджане и в своем мадресе он уже вел занятие по новому методу который включал звуковой метод он основывался не на бухарском методе который с помощью зубрежки пытались изучать религиозные тексты сначала язык потом религиозный текст что было фактически невозможно и очень трудно и все почти об этом пишут многие ученые все эти учебники были написаны на персидском языке и он в своем мадресе марджане как раз вел занятие по новому методу он говорил что надо сначала изучить язык а потом уже изучать религиозные тексты то есть это это фактически джидидизм до усуль джадид новый метод не путем зубрежки изучать язык а потом изучать те или иные тексты да а изучать язык с помощью своего родного языка понимаете то есть через родной язык ты изучаешь арабский язык как язык корана ты обязан изучать персидская турецкая смотрите получается уникальная возникает ситуация казалось бы приехал гаспринский в казань было всего когда выступал в восточном клубе было всего два-три слушателя это меценаты это марджане но ведь постепенно идея джидидизма они стали особенно популярны среди татар вот именно поволжского региона да это и знаменитый мадресе в казани мухаммадия галия в уфе знаменитый мадресе в селе ижбуби по сути вот эти учебные заведения хотя они официально назывались конфессиональными но на мой взгляд они были на уровне лучших русских гимназий по сути это уже были светские учебные заведения вот какова здесь роль казанских идеологов джидидизма конечно же самого гаспринского да но гаспринский он воплотил свои идеи в жизнь у себя в бахчисарае да потом он ездил популяризировал был и в индии потом распространение имела и в средней азии но у нас то все был маржанин свой который он уже все уже готовы все было заложено и поэтому у нас конечно татары как среди тюркских народов как одна из ведущих из ведущих наций и в образовании культуры с высокой культурой и в образовании они конечно были в первых рядах и были в первых рядах и у нас идеи джидидизма и уфа ведь тогда татарский город там галия там зия камали он это тоже новометодное и и и вы смотрите вы правильно сказали что вот гимназии были похожи на на русские гимназии почему да потому что татары осознали что без овладения современного знаниями невозможно идти впереди планеты всей или даже присоединиться к этой планете к цивилизованной части планеты да невозможно они это осознали а как можно было овладеть науками овладеть науками можно поскольку у нас не было светских школ сделать так что эти светские науки будут изучаться в медресе и поэтому если мы посмотрим джидидские метресе то более 50 60 70 80 процентов всех наук они были так или иначе поскольку светских наук не они были связаны с ветскими науками я свое время когда еще будучи аспирантом ознакомился с программы медресе и мухаммадия я конечно был удивлен что там более 70 процентов это были светские науки этой астрономии это физика и такими даже история была представлена истории и всемирной истории русской истории тюркской истории татарской истории то есть вот у меня тогда и сложилось впечатление что программа медресе такого рода как медресе мухаммадия то есть такие продвинутые джидидские медресе они в части наполнения учебного плана в целом программы самой они не уступали наверное лучшим образцам русский гимназии конечно а кто во главе стоял жан-баруди да а кто он был это ученик марджани он все видел у марджани все воплотил в действительности у себя у себя в медресе мухаммадии и поэтому все зависело конечно и от личности и и он я вот когда говорил об орудии что вот он многое не успел в этом плане великий реформатор да он же он просветитель но многое не успел написать потому что был занят общественной процессом процессом как сделать писал писал свои учебные пособия для этих медресе пропагандировал светские науки поэтому конечно то тогда смотрите мы сегодня часто используем термин феномен на самом деле это был феномен ведь начавшись в сфере образования национального образования постепенно тюдизм затронул все стороны жизни татарского общества это и возникает профессиональный театр это возникает массовом порядке публицистика художественная литература печатные издания то есть можно ли сказать что джедитизм он достаточно быстро вышел вот из рамок чисто образовательной деятельности да но вот здесь нужно все-таки на мой взгляд связывать с общими мировыми тенденциями развития культуры когда мы говорим что в начале века были направления такие как религиозно просветительская консервативная потом мы говорили либо либерализм социализм это вот четыре основных направления которые были присущи этому времени татарскому обществу вот джедитизм в этих во всех четырех кроме консерватизма занимал определенные места это не только образование да это был взгляд по новому на культуру да если мы говорим если вы говорите театр и литература то конечно это как это 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 компоненты просветительства до просветительства и джедитизма потому что это было новое и татары были впереди 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 многих народов тюркских того времени и шли параллельно с с ближневосточными народами и там уже и в египте первые сочинения были написаны в жанре повести романа и обращение к проблеме женщины это тоже джедитская проблема да казалось бы джедизм из просветительства это было новое но она каждое новое было присуще вот этим четырем на третрем направлениям занимало определенные места в этом направлении кроме газ принц кого или госпрала как принято говорить кого из идеологов джедизм наиболее ярких мы еще можем назвать мы начало двадцатого века мы любую фамилию боруди конечно боруди любую зия камали боруди любую фахреддин все они были представители того или иного направления но все они полагали что необходимо новый взгляд не только на образование новый взгляд на культуру не необходимо не отстать от европейской русской культуры идти в ногу со временем с развитием цивилизации вот связи пойдем мы на задворках будет вот можно ли связи с этим сказать что татарские просветители джадиды они сформировали высокую культуру не только просветители я вот еще раз хочу подчеркнуть не только просветители и просветители реформаторы и социалисты да ну социалисты здесь конечно а какие социалисты здесь вот вы ведь и тукай себя считал социалистом ранний период до выступал за социализм но это был утопический социализм и ведь большевики очень хорошо воспользовались тем что как привлечь мусульман гаяз из хаки был мусульман он он гаяз из хаки на первом этапе это тоже конечно социалист а конечно а потом то он и не скрывал это да а потом стал либералом да потом либерализм максудьяк чура и они все стали либералами отошли от социалистических идей которых они же социализм по-своему с исламом связывали и ленин он это прекрасно понял муланур вахитов до мусульманский полк у садин амашев да а хусаин амашев большевик да а вот муланур вахитов то он мусульманский полк и на определенном этапе он выполнил свою задачу и все на что купился беги да вот ох мусульман мы будем не вот ну проблема и в целом тема татарского просветительства вообще вот это конец 19 начало 20 яркий всплеск татарской культуры на мой взгляд это как раз наверное такой ключевой момент формирования высокой культурой некоторые авторы его называют евроисламом вы к этому термину как относитесь евроислам этот термин общепримет и это те он пришел к нам из германии из европы это те мусульмане которые адаптировались в европе то есть вот вы прекрасно понимаете что сейчас германии там до миллиона турок да вот этот так называемый евроислам он конечно к нам никакого отношения не имеет это мы с европой мы мы на своей земле мы никуда не уезжали как турки в германию или другую страну мы находимся на своей земле мы коренной государство образующий народ россии мы здесь жили живем и жить будем мы никуда не уйдем отсюда поэтому нам как раз не присущ этот евроислам так называемый поскольку мы находимся у нас свой есть не евроислам а татарский ислам свои богатые традиции тюркский ислам как угодно назовите да но он у нас до сих пор беги считают и вообще наших классиков до сих пор ценят и маржане и всех кого мы о ком сегодня говорили мусульмане всего мира ценят и переводят и издают книги и беги и фахреддина и так далее они до сих пор издают они не утеряли актуальной актуальности те мысли вообще если касательно религиозной философии мы наверное впереди всей планеты арабо-мусульманской находимся потому что вот тот всплеск который сейчас идет ну да но в начале двадцатого века я думаю что труды маржане биги они они ведь его не очень популярны они популярны да и они намного опередили свое время намного они были вы выдающимися в свое время и они опередили арабом мусульманских мыслителей своего времени почему да потому что они восприняли арабо-мусульманскую культуру все выдающиеся арабо-мусульманскую культуру, которые сейчас во многих часто критикуют. Это такие философы, как Ибн Сина, Ибн Рушт, которые были признаны и в Европе. А они... Фахруддин написал первый труд об Ибн Руште. И писал... И Маржани заимствовал многое у Ибн Рушта. Маржани, в частности, писал, что истина есть двухобразная. Это философия и религия. Вторил ему Фахруддин. Истина двухобразная в том плане, что как два весла одной лодки. Вы понимаете? То есть они восприняли это наследие, и благодаря этому наследию пошел вперед, развивалась европейская культура, которая заимствовала. Да, в Европе, и Маржани, больше знали под именем Аберус. Да, перипатетизм. И наши восприняли. И поэтому и Беги, и Фахруддин, и Маржани, они освоили эту культуру и стали выдающимися в свое время. И в настоящее время это признанные богословы в истории... Теологи, да. Да, теологи в истории не только тюркской, а арабо-мусульманской культуры. Вот мы сегодня несколько раз обращались к священному писанию Корана. У меня просто такой вопрос. Вы у нас признанный арабист, востоковед. А вот язык Корана к какому диалекту современного арабского языка наиболее близок? Трудно сказать? Нет, диалекта. Язык Корана, вот на примере язык Корана, это тот литературный язык, который существует. Он без изменений дошел до нового времени, до нашего времени. А диалекты – это разговорные языки. А в какой стране? В Египте? Везде. Литературный язык везде одинаковый. Поэтому язык Корана, ведь чем еще прославился Биги? Он перевел Коран с арабского языка на татарский. Это же реформаторское. Как так? Вы должны Коран изучать. Да невозможно. Надо сделать так, чтобы он доступен большей части населения. И чтобы люди его понимали. Чтобы люди понимали. Он перевел, начался спор в татарском обществе. Надо это не надо. Уже первый экземпляр был выпущен. И так обидно, что сняли с типографии этот экземпляр. Говорили, что он оставил своей жене Асмахану. И даже потом, в 2010 году его перевели. А оказалось, то есть, напечатали под именем Биги. А потом оказалось, что это произведение турецкого мыслителя. Адамилович, вот этот перевод исчез. У вас очень много научных произведений, литературных произведений. Вот все-таки я хочу вам задать вопрос. Из своих научных изысканий, достижений, какой вы считаете наиболее важным? Я бы не считал, что я не подвожу итог своему творчеству. Но я, наверное, все-таки один из сторонников того, что татарская общественно-философская мысль является ведущей в российском пространстве среди других тюркских народов. И основой ее является арабо-мусульманская философия. И поэтому то, что я написал о татарской общественно-философской мысли, как она развивалась, такие направления, как просветительство, реформаторство, либерализм, вот это, наверное, в общем. А, конечно, я больше занимался маржений. Он мне, наверное, я знаю там каждое почти многое из его жизни, вплоть до... Сегодня мы с вами вскользь так говорили о либерализме. Я очень надеюсь и полагаю, что это будет новая тема нашей с вами беседы. Либерализм – это особый пласт в истории татарской общественной мысли. В известной мере и мои научные изыскания тоже близки вот к этой тематике. Но, к сожалению, время пролетело, наша передача очень быстро. Мы вынуждены сегодня с нашими телезрителями прощаться. У нас сегодня в гостях был известный татарский арабист, востоковед, доктор философских наук, профессор Юзеев Айдар Нилович. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok